Всем добрый день! Сегодня будем шить не сложный, а можно сказать даже очень простой кошелёчек с натуральной кожей. Какие размеры кошелёчка, как пришить молнию, всё расскажу, покажу. Несколько отделов для мелкой денюжки, для карточек, для денюжки покрупнее, кошелёчек вместительный. Кому интересно, оставайтесь со мной, смотрите видео дальше. Конечно, как сделать тиснение, всё расскажу. Это тиснение у меня уже было, а вот это будем делать. Кошелёк у нас размером 21 на 11,5 см. Одну сторону я уже сделала, вернее давно сделала, но осталось только вот тут края подклеить. С другой стороны тоже у нас будет тиснение, но в форме розочки. Но для начала немножко отгладим кожу. Она мятая. Уже лучше приклеится, будет хорошо. Розочка у меня нарисованная. Через копирку нарисовала на коже и по всем прожилочкам вырезаю. И эта кожа будет внутри, должна быть толстая. А вот эта кожа должна быть тонкая, мягкая, эластичная. Клеим карандашом. Слегка, чтобы они просто держались, эти детальки. Располагаем их таким образом, чтобы между ними было расстояние. Можно даже и перевернуть детальку, может быть так интереснее вам покажется. Деталька эта у меня кожаная, но это не обязательно. Деталька. Субтитры сделал DimaTorzok Если это клеили таким слабым клеем, то вот это будем клеить клеем, который для кожи. Взяла вот такой клей, наношу на площадь, равную вот этой розочке, размазываю и сверху накладываю. Если будет мало, значит и сюда наложим еще клея. Клей токсичный, обязательно откройте окно. А еще лучше, если позволяет погода, делайте это на улице. И начинаем пальчиками формировать, а также какими-то подручными материалами. Раньше я делала это другим клеем. Скажу честно, прям вот приклеивалось сразу и эффект был лучше. Так что все, надо пробовать, экспериментировать, подбирать клей. Но в общей сложности розочка уже видна. Все-таки интереснее, если бы была просто кожаная деталька. Вот тут вот надо было еще вырезать прожилочку по центру. Но как-то не догадалась. Так, ну и теперь домазываем здесь клеем и выносим на улицу. Я не стала ждать сутки, как написано на тюбике с клеем. Прошло пару часов. Это все-таки не обувь, которая будет подвергаться большой нагрузке, а всего-навсего кошелечек. Значит, вот у нас две деталечки совершенно одинаковые. Делаем здесь небольшие надсечки от края по 2,5 см. Вот у нас молния. Значит, молния будет пришиваться именно от этой надсечки до этой. Вот это лишнее можно отрезать. Здесь сделаем закрепочку вручную. Вот так закрепим. А потом можно заклеить кусочком кожи. Теперь наносим клей-карандаш. Прямо вот чуть-чуть, то, что будет зашито внутри, не видно. Вот на 2,5 мм, на 3. Накладываем лицевая к лицевой. Слегка приклеиваем и пришиваем от меточки до меточки с одной и также с другой стороны. Прекрасно. Пришиваем эту сторону. Теперь берем и отстрачиваем. Тоже от надсечки до надсечки. Толщина, конечно, приличная. Забыла лапку поменять. Лапка осталась, которая для молнии. Ну, ничего страшного. Вот так у нас получилось. Вот здесь, правда, немножко я съехала. Ну, в общей сложности работа достойная, я считаю. Нормально все получилось. Так, теперь лицевая с лицевой. Также смазываем в круговую клеем слегка, потому что кожу никто не сметывает. Кожа не любит лишние проколы. И сшиваем шовчиком один сантиметр. А, этот хлястик, вот этот хвостик должен быть внутри. Да, внутри. Вот так. Прострочила. Машинка справилась. Хотя толщина, конечно, приличная. Под конец мне показался ход тяжелый. Я проложила бумагу. И дело пошло легче. Выворачиваем. Так, смотрим, что у нас получилось. Значит, вот эти швы я проклею клеем. Не карандашом, а вот которым мы клеили эти детальки. Потом этот шов вот таким образом отогну. И, может быть, вот крепкой ниточкой вручную закреплю. Так, ну а здесь вот на уголках получается неаккуратно. Поэтому надо лишнюю кожу отрезать. Вот таким образом. Не доходя до строчки. А это, как уже сказала, вот так закрепим клеем. Здесь, здесь. И, надеюсь, все у нас будет аккуратненько. Конечно, это самая простая модель кошелька. Без всяких отделений, без всяких кармашков. Ну, такие кошельки тоже нужны. Так, ну а следующий мастер-класс уже у нас будет посложнее, если вам эта тема интересна. Так что пишите комментарии. Пишите комментарии. Я думаю, кожа найдется у всех. Есть какие-то старые, а может быть и не старые. Я вам когда-то показывала. Вот такая у меня деталька от сумки. Натуральная, качественная замша. Это я покупала несколько лет назад, когда я еще сумочки не шила. Порвалась она сразу же. А вот эта деталька шикарная осталась. Так что следующий кошелечек будет, я думаю, поинтересней. Так, все проклеиваю и потом покажу уже вам. Конечный результат. Так, здесь лишнее я посрезала. И вот уже хотела вот так клеить. И меня осенила такая хорошая идея. Я уже сказала, что здесь нет никаких отделений. А почему бы мне вот сюда не приклеить вот такой вот кусочек. И вот будет уже отделение одно. Прекрасно. Значит, по этой выкроечке минус шовчик. Ну и минус там еще по миллиметрику. Чтоб сюда все аккуратненько вот так легло. И будет прекрасно. Так, тихо, 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 тихо. Имеет значение не как долго, а как сильно вы вот это вот прижмете. Так, остапа уже не остановить. Я решила, а почему бы мне не сделать карманчик. Отдел для карточек. Приклеиваем. Приклеиваем. И будет все прекрасно. Так, ну можно, конечно, вот так немножко сделать. Да, будет еще удобнее. Приклеила кармашек. Еще продолжаю вот так сдавливать. Значит, клей, нормальный клей, нормально клеит. Но когда покупала, мне показалось подозрительным, что он очень дешевый. 12 гривен. Теперь я понимаю, что он дешевый. Вот эта упаковка, она прежде времени порвалась в нескольких местах. И все руки я запачкала. Так, что дешевая рыбка и ушка поганая, как говорят у нас на Украине. Все, пускай досыхает. И потом уже выверну и покажу вам. Вот такой получился кошелечек. Получается для мелкой денюжки, для карточек. И вот эта перегородочка, она вот как-то прям западает. Открываете, и там денюжка будет покрупнее. Кошелечек объемный. Помещается даже смартфон. Приклеила стразики. Ну вот здесь вот, правда, запачкала клеем. Потом попробую очистить как-то. Если сделать этот кошелечек побольше, можно будет пришить, прикрепить цепочку. И будет уже как маленькая сумочка через плечо. Понаходила всякие красивые штучки. Может быть, для кого-то тиснение будет это делом сложным. Ну, вот такая какая-то штучка красивая может украсить вашу сумочку или ваш кошелечек. Так что пишите, девочки, комментарии. Ваши комментарии меня всегда вдохновляют на новые видео. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.